Ну что тут сегодня? Столкнулись с действительностью. Видите, какая картина непрезентабельная. Первые христиане никак бы не признали сегодняшних православных своими. Вот он, Игорь Владимирович, я считал вам только одно. Причащай, причащаюсь, поведаюся, а люди ничего не знают. Я вот хотел вам посоветовать одно дело здесь. Пётр Мещеринов, если не знаете, зарядите, игумен. Его никто не отключал, нигде не исключал. И он выступает и говорит, вот у нас идёт богослужение, там, говорит, 80, что ли, процентов в пустую, в холостую. Люди ничего не понимают. Мещеринов Пётр. Посмотрите, у него много, небольшие ролики по 4 минуты. Но очень ценные. У меня даже в книге, это раньше, лет 15 назад, я брал кое-что из его двух книжечек. Встречи у меня с ним не было. Но он видит самую суть. Образовать общину, что он про это даже слова не говорит. Вот как не плюев это сделать, уже настоящая, живая община. Но он видит самую суть, беда. Люди ничего не знают. Совершенно. Так, а в незнании-то кто виноват-то? Не были посланы. На исповедь-то надо спрашивать. Считал? Благовествовал? Нет, отойди в сторону. Где-то, я не знаю, в монастыре, в каком отца Акима, друг близкий ему, священник. И говорит, вот 150 человек, наверное, на исповедь пришли. Я уже замучился. Помоги. Он говорит, ну я же по-своему буду. Ну мне это и надо. Ну он священникам сказал народу-то, что вот у нас приехала там протеерия, и вот он будет исповедовать. Ну и все. Молитву прочитали. Батюшка сразу же поставил вопрос, кто не соблюдал пост? Можете уходить. Пост не соблюдал. Хоть один день нарушил, пост я уже не приму. Всего 90% отсеяло сразу. Дальше. Старики стоят. Пока в городу бряете, никого не буду исповедовать. Еще у нас человек 9 осталось. Все, теперь будем разговаривать. Все. А то у нас работа, народ. Тут вот Юрасов, Амросий-то был. Каждый год. Говорит, одно и то же исповедовать. Я говорю, ты напоминаешь бабку. Где-то там. На даче. Она достала ведро по мету. Куриного. Вот опустила его, вот это, раскрутила. Опять осела, опять раскрутила. Одно и то же крутите. Потому что нет рождения свыше, нет страха Божия. И нет понятия, что рожденный от Бога не грешит. Вот исповеди, как таково, это первые христиане не знали. Первые, когда приходили, говорили, исповедовали. А потом, чтобы вот там по постам постов не было. Нам и не вернуть это, но мы можем знать. Не протестуя. Вот и все. Канун 69 апостольское правило. Включай. Пост не соблюдал? Два года не подходи к причастию. Все. До свидания. А боятся, что не будет дохода. Уйдут свечки, не будут брать эти вонючие. Которые к воску не прислонялись даже. И циррозин, и паразит. Там все-таки нету. Парафиновое гнилье. Так, слушаю. А что делать-то, Игнатий Тихонович? То, что делать надо, что Господь повелевает. Не прикасайся к злому. Народ мой, отделитесь. Отделитесь. То есть, никуда не уходить не надо. Здесь конкретно. Другие вот у нас здесь. Я не вижу, есть или нет Кадушкин Георгий. На него как нападали? А потом сделалось так, что в алтаре потребовался он. А уже в одеянии фотографируется. Священник его сразу поднял. На несколько ступеней. Ну, надо работать. Приходить, молиться. Вот я не знаю, тут Попков Александр. Он бывает часто вопросы задает. Он не молчит. Он подходит к священнику, видит такие люди. Ну, что же делается-то? Почему? Вот стоят люди и разговаривают. Служба идет, они разговаривают. Златоуст говорит, а веди порядок. Да я еще раз сказал, ты ответственный за это, что они разговаривают. Это Ян Златоуст говорит. Вот что нам делать? А я на это отвечаю, да ничего еще и не делали. А ночник веди и получится не хуже, чем у рязанских мужиков, которые дуги делали. Надо решительно идти. Я пришел во имя Господне. И все. Мне приходилось в разных странах проповедовать. Буквально, ну, сколько там, 15 минут, пока я говорил, обстановка резко меняется сразу же. Ну, где-то было, я сейчас не могу точно сказать, кажется, в Сан-Франциско или в Лос-Анджелесе. Ну, там такая, как театр, большое помещение и такой подиум вверху. Там ступенек, наверное, пять находить-то. Ну, и приехал митрополит Виталий, а ему уже 84 года было, наверное, моего возраста был. Ну, и тут кафедра и меня за кафедру. Я говорю, он сразу поднимается, у меня микрофон из рук берет, и я же вам говорил, а вы не слушали? Вот из России приехал человек, тоже самое говорит. Сам радостный, пошел, сел. Я говорю, дальше он опять выходит, опять у меня микрофон выходил, опять их. Вот мы даже этот тандем не хотели составлять, а получилось так. Ты говори, будут, говорит, слушать или не будут, потому что мы ответственны за всех, которые рядом с нами. Не бойся противоречий. Они будут как бурный ветер, а я тебе сделаю как гора, как скала. Они ничего не смогут сделать. А будут говорить, поносить там. Ну, и что? Это награда великая, только радуйся, не надувайся. Велика ваша награда на небесах. Надо у нас достоиться этого. У него жребий такой осуждать истину. Вгнали меня, буду гнать и вас. Вот и весь ответ. Это девятое блаженство. Давайте вопросы. Игнатихович, вот читаю Симеона Нового Богослова, первый том. У него много и про недостойно причащающихся, там много страниц, и про рождение свыше я ни у кого не встречал из древних православных. Исаак Сирьянин, еще Исаак Сирьянин, а не два. Вот вы прочитали, вы сидели, глазами считали, вы не вслух считали. Вслух вам не прочитать. И когда я начитывал Жития Святых, это 12 томов, Златоуста 12 томов, и Добротолюбие 5 томов, и Добротолюбие, они там есть, немного. Я обычно так сейчас говорю, сейчас, как сегодня одни говорят, у вас в течение минуты 100 слов. Я не Ткачев, мне кажется, я медленно говорю. Ну и вот, как только до них дошел, больше 20 минут я не могу считать. У меня полностью, я же должен считать с выражением, а с выражением вот я должен понимать. Все, я закрываю, магнитофон оставляю, с медом теплая вода разбеденная, выпил, и днем никогда не ложусь. Поэтому я маленько откинусь, хоть минут 15-20 отдохнуть надо, чтобы мозги обновились. Вот как. Феофан Затворник, он знал греческий язык хорошо, и вот, когда стал переводить Исаака Сирианина здесь, Симеона Нового Богослова, а то об этом пишет Василий Брестельский, и архиепископ, он, говорит, остановился, и сказал, не надо. Почему? Люди православные будут читать, они не будут в церковь ходить, они поймут, что они не верующие. Вот об этом говорил даже Алфеев как-то краешком, Иларион. Вот как. Беда. А ты на это не смотри. Своей жизнью это покажи. Ограничь себя во всем. Покажи, какие у тебя молитвы. Потому что молитва в Духе Святом, она пробивает дорогу сразу. Вот смотришь, Навальный Алексей-то умер. Везде показывают, сколько он нарушений делал. Где-то. Какое лицо, какой лоб, я все смотрел. Он и здесь пытался по-своему. 200, что ли, 60 дней, только в ШИЗО провел. Вещь не слыхал такого. Это же следственные заряды от ШИЗО. Самое простое он не выполняет. Пуговку верхнюю. Сколько раз говорил, застегивайте верхнюю пуговицу. А он не застегнул в ШИЗО. Тебя привезли сюда, что не что-то. Ему сначала-то там месяца два дали задержали. Он начал гордебачить. Ему два года. Дальше четыре года. Он начал тут помощь искать. Ему приписали статью сообщества в враждебное государство. Вот и все. Ему 19 лет уже намотали. 19. Без одного года 20. И на север отправили. Где на Ямалский округ. И вот он вышел на прогулку. Упал. И все это. Вчера он умер. А теперь Путину доложили. Все. А другого ждать не надо было. Раз ты противоречишь, Я могу об этом говорить, потому что проходил эти трубы ГУЛАГа. Говорят, делай. Вот идешь, когда ты сказали, брусчатка, чтобы гудела под ногами, строем водят. Вот я стою, вот таком уровне ногу поднимать. Ты должен бить. Так и делай. Когда заправлять койки, шконки там. Надо смотреть. Вот где ноги, здесь простынь будет под такой шириной. И теперь от краю, да где она будет, ровно, веревочку натягивают. А он не сделал. Дальше все, на примете будешь. Заставят. Заставят. Вышли на улицу, а там упали листики. Так, надо подмести. А у нас стоит, допустим, 50 человек. Я сказал, подмести надо. А где? А вон в конце, видите, у забора стоит метла. Быстрее. Куда назад? Так, бегом. А теперь, кто не побежал, а теперь тебе гусиным шагом, только на корточках, туда. А я не буду. Будешь, будешь. Разденут, и клетка такая, арматура там толще пальчатая. Все, сняли с тебя, ночую здесь. А к утру труп мороженый. Как в армии было, говорили, не можешь, научат, не хочешь, заставят. А это для этого ты пришел сюда. Вся дурь там выйдет из тебя. Надо же, вот я пробыл сколько, меня пальцем никто не занял. Ну, конечно, там печать какая-то была, полоса. Я знаю, раз по санкции московской КГБ шел, ну, я не нарушал. Сказали делать. Когда начинают избивать, мне сразу, отец, иди в красный уголок там журналы полистай, чтобы я не видел. Убивали. Вся зона вязаная, красная называется, красная. если уже туда попал, дверь захлопнулась, проси Бога. Ну, только провезли, а этапы, где-то пересадка идет. Ну, Джамбуль, это республиканский город в Казахстане. Ну, я сразу спросил, где можно встать, выбрал место, косяк, от косяка у двери, вот такое пространство. и на втором, второй этаж такой, там третий, я спросил, если я буду молиться, не мешают, да нет, тут все по-своему с ума сходят. Я ночью молюсь, утром мне говорят, вы молились, семь человек на коленях стояли сзади вас, можно мы будем с вами молиться? Одна ночь, и уже камера на этой стороне. А почему? Благословение Господне. Ни грамота, ни натрыжность какая-то. Бог, Он. А у меня с собой Новый Завет был, а потом Библия была. Не умолкай, свидетельствуй, и будут располагаться люди, которых ты никогда не знал. Притом, это делается очень быстро. Одна ночь. Ночь прошла, и они сидели, говорят, мы заключили союз, не курить. Собрали весь табак и в туалет. А на утро некоторые не могли держать, стали матрасы теребить и вату дымить. А остальные удержались. В любом деле, Господь впереди нас. Ефим Григорьевич этот, Григорий Ефимович называется это, вот, Распутин-то. И в город пошел, ты развратишься, там, он говорит, а Бог? Бог наблюдает за мною? Он не даст мне этим быть? Надо идти смело. Я призываю Бога. А как будет? Не знаю. А как же так, говорите, что будет? Я не знаю. Я сказал, что вчера только сообщили мне, какой-то священник, звать его Даниил. Он где-то там в какой-то республике был, а сейчас он в Грузии. У него зря не упало на сто процентов почти. Он только, если лампочка прямо перед глазами, там он понимает, свет какой-то есть маленький. Даниил, себе запишите. Сказали, операцию сделали неудачно. Будет еще что-то с сетчаткой есть. Даниил, будем молиться. Вот смотри, у нас появился уже хороший человек, священник, страдающий. Легко молиться за него, потому что я встал в ряд. Ты всегда ищи, где ты нужен. А где не нужен, узнай, почему не нужен. Что, какая работа? Ему заставили там где-то стенку мыть этого Навального-то. Кажется, его Алексей Анатольевич звать было. А он не был. ШИЗО, штрафной изолятор. А почему тебе не вымыть было? Беды никакой нет. Сказали, письменной принадлежности сдать. А он не сдал, видимо, ручку в карман. ШИЗО. Не знаю. Я вот сколько был, ну, ни одного нарушения, даже какое нарушение-то его, и не могло быть. Так тебе так расположен начальник отряда, капитан Словак Владимир Васильевич, и говорит, шмон был. Я говорю, ну, у меня же там просворы. А я все спрятал, все и сейф. Сейф спрятал. Вот и все. Военный. И он уже на твоей стороне. Это Бог делает так. Бород у меня сбрили, а я приехал когда-то до дома, а у меня легкие не тронуты были, а бронхи как тряпки. Ну, и дома сидел, священники приезжали, беседовали. Я не причащался. Лечили там какие-то сок от чего-то с медом. Ну, все ушло. Вот как Господь делает. А священники 30 километров до нашей было, так говорят. Может, поменьше. И они приезжали на дому. Почему? Я скверненный. Я не имею права в храм заходить. Но это же в город Иерусалим давить не запустил. Вот как. Я говорю, поди не ка... Ай. Игнат Тихонович, а вы Аверкия Таушева знаете? Что можете сказать? А какой Аверки? А Аверкия Таушев, архиепископ, РПЦЗ он. Нет, я не встречался с ним. Я Аверкия знаю, который канонизирован. Очень хорошо. А с этим я не встречался. Может, он в другом месте где-то был. Где я был? Там Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сакраменто, Лос-Анджелесе. И главное, Бог так открыл, что меня возили специально побеседовать с баптистами. И тут какое было совещание. Я сказал, я могу сделать доклад большой, как будущее русской эмиграции во свете Святой Библии. Ну, там были переводчики, китайские, корейские. Я вот проповедовал, где в Грузии, тут ролик есть где-то, у отца Наума, Наума Борщукова. И сразу переводчики два, женского пола ему, кажется, и второе тоже женского, с переводчиками по предложению. Там были несколько монахов, они сразу же от меня, от меня сказали, что монашиство – главный тормоз в христианской жизни. Вот так. Так, братья, вопросы еще есть? Давайте. Вам слышно меня? Так, хорошо слышно. Хорошо, слава Христу. Так, ну, раз здесь новые люди, наверное, есть, нам нужны корректоры, хорошо знающие русский язык. Практически все уже проповеди почти есть. Я вот сам корректировал, 110 проповедей уже. Потому что показали, что автоматика это может. Ну, и автоматика такое наплела, теперь даже восстановить невозможно. Она какие-то слова там… Ну, нет, слабая машина. Тем более, на религиозный горизонт глядеть надо. Нет. Вот, нужно, уже есть. Я сразу по 10 проповедей отдаю, и нужно бы человек 10 найти. Вот так. У нас помаленьку-то подвигается вперед дело. Так, тогда, Игнат Диханович, если нет вопросов, тогда выбирайте, кто молится вы. Хорошо. Сейчас мы подумаем. А Мелехин Владимир есть тут? Нету? Дальше поедем. Так. Елена здесь у есть? То ли не работает микрофон? Есть. О, Елена, это вы? Да. Ну, сейчас братья пропоют, я не знаю, достойно или что, и потом помолитесь кратко. В конце обязательно прославьтесь Святую Троицу. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и громко скажи Аминь. И кто с ней согласен, с ее молитвой, все отвечайте. Молитва делается вашей. Во славу Божию. Состойно есть яково истину, вложите Тя Богу Родицу, пресновла женую и при Нек поручную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, безыстление Бога Слова Родшую, сущую Богу Родицу Тя величайе. Господи, Владыка Мира, благодарю за эти занятия, которые ты нам даешь, за эти духоносные встречи. Господи, устрои в нашей жизни все так, как ты желаешь, по воле Твоей, и чтобы мы несли нашу веру до конца нашей жизни. Меру возраста Христова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Спати Христос. Аминь. Спати Христос. Аминь.